Итак, сейчас в мои цепкие руки попали две модели пылесоса Hitford. Две модели. Практически одинаковые, но дома у меня чисто, после того, как у меня побывала паровая швабра Black & Decker, поэтому я решил испытать эти пылесосы у себя на даче, и прямо сейчас я туда и отправляюсь. Задам им настоящую такую задачку нерешаемую, как они с этим справятся, я не знаю. У меня есть на даче и ковровые покрытия, и твердые покрытия. Конечно, много земли, много насекомых, которые там летают. Буду испытывать эти вертикальные пылесосы Hitford, двух разных моделей, еще раз у себя на даче. Увидимся там. Так, вот они, эти две модели вертикального пылесоса. Слева КТ-509, справа КТ-525. Характеристики у этих пылесосов тоже примерно одинаковые. Чуть меньше объем здесь, да, чуть мощнее двигатель, пожалуйста, но это мы даже не почувствуем. Хепофильтры там и там находятся, вес у них примерно одинаковый, здесь длина шнура вот побольше, здесь, соответственно, она поменьше. Разница 200 рублей. Вот, посмотрим в действии, начнем уже, пошумим немного, ребята. Вот она, музыка победы. Поехали. Нормально, оба, в принципе, одинаковые, никакой разницы не видно. Ну да, у мощности это одинаковые пылесосы. Еще раз, по мощности это одинаковые пылесосы, то есть, как видите, с грязью они справляются одинаково. Одинаковые насадки, только немного разный дизайн. Далее, смотрите. Итак, переходим к уборке ковра. Эти насадки нам, соответственно, уже не нужны, мы поменяли их на щетки. Еще раз покажу, чем они отличаются. Так, так, отличие небольшое. Колесики и там, и там по четыре. Здесь вот такие вот есть ребрышки, ну, чтобы, видимо, разделять мусор и направлять его, да, взгерошить. Здесь просто все гладко. Все, поехали. Пылесосинка, а, еще что, поехали. Здесь ручка, еще раз, вот она вот таким вот образом убирается, и вот таким вот образом уставляется. Не очень удобно, поэтому я ее не убираю. Здесь ручка у нас всегда здесь уже готова. Поехали. Теперь пылесосинка. Я не допускаю. Я люблю такую уборку. Они хорошо с оба справляются. Оба великолепны. Да. Все остатки, продолжим. Все, поменяем. Ах! Ну, кто чемпион? Они. Так, все за картон-то. Ручка большая. Ну, кто? Сделал? Сделал, как он. Ну, еще, как он не смотрел. А, вот он. А, и я. Опа! Так. Да, это все, а вот здесь я. Ах, нет, здесь нет. Это результат не легко. Вам выбирать. Но мне понравился черный. Ну, проходы прям оба туда заходят до конца. То есть, нормально. Несмотря на то, что у них вот здесь находится контейнер, он его туда разночает. Ехали. Две одинаковые морозки. Как это пройдет для внезапного? Будем идти с нежными. С одинаковой скоростью двигаемся. Одинаковые скоростью двигаемся. Вот это все-таки перед собой собираем. Не надо. А левый прям нормально. Ну-ка, 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 ну-ка. Ну-ка, 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 ну-ка. Печеньки. Но я там крупные, конечно, сделал. Прям очень. На, покушай, покушай. На, покушай. Так, ну что? Фиксируем. Выберем оголоски. Сейчас, сейчас, на. Крупные, да. Это слишком круче. Давай, помогите. Фиксируем результат. Фиксируем результат. Ну, смотрите, ничего, да. Вот здесь все, где мы прошли, кофе с чаем, достаточно мелкая консистенция, ничего не осталось. Пшено могло бы забиться вот в эти вот щелки, которые здесь в полу. Нет, ничего не забилось. Все, все было. Ну, и, соответственно, греча и печенье чуть-чуть подразмяли еще, но справились. Молодцы. Прям на удивление. Обоим 5 баллов. Алексей Николаевич. Ну, да, как этот убирает сейчас, как он, как он. Как этот убирает. Вот так вот. В принципе, я еще раз подтвердал, что по силе, а не одинаковое. Ну, здесь одинаковые насадки, поэтому, соответственно, мы с вами видим одинаковый результат. Все, теперь хочу проверить, насколько они удобны в уборке автомобиля именно внутри. То есть, насколько они компактны и не получится ли там корячиться как-то с ними. Сначала вот с этого. Подлежим. Да, хорошо. Смотри, как проходит хорошо, как сюда далеко рука. Не задевайся. Да, 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 да. Это соломка. Смотри, как хорошо проникает прям туда. Очень удобно. Откресло залез. Да. Очень удобно. Вторая модель. То же самое. Насколько удобно этой моделью убирать автомобиль. Да, вот здесь вот это вот видно, что, да? Кто это вообще? Кто это сделал? Непонятно. Это кресло быстренько сейчас пробегу. Здесь мы, ну, понятное дело, сейчас все почистим еще раз. И вот давай туда сейчас мы еще раз уйдем. Насколько здесь удобно. Вот, может быть, здесь он чуть-чуть не поворотливый, да? Потому что тут руль еще мешает. Ну, в принципе, дотягивается. Дотягивается. Молодец. Ну и порожки. Вот эти вот тоже надо пасистить. Да, для автомобиля тоже удобно использовать. Никаких претензий, замечаний. Все, все работает. Итак, завершение. Подводим итоги. Точнее, выбрасываем мусор. Насколько это удобно в этом пылесосе и в этом пылесосе. Итак, здесь у нас с вами предлагается вот эта кнопочка. Нажимаем, снимаем контейнер. Видим вот такой вот HEPA-фильтр. Все это мы над мусором так вот делаем. Можно снять, постучать. Ну, это мы всю дачу попылесосили. Это надо понимать. И здесь мы, соответственно, это все... Покажи, покажи, там столько всего. Вот, 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 вот. Это все мы туда раз и выбрасываем. Ну и, соответственно, обратно мы вставим тем же самым путем. Все, пылесос готов дальше использоваться. Да, отряхнули HEPA-фильтр и так далее. Здесь конструкторы предлагают более удобную вещь, как им кажется. Давайте посмотрим, настолько ли она удобна. Снимается. И вот здесь вот кнопка открывает с крышкой. То есть такое быстрое опустошение идет. Опустошили его. Закрыли. И как бы можно идти дальше пылесосить. Не чистя вот этот самый HEPA-фильтр. Как мы чистили здесь. Потому что, кроме HEPA-фильтра, здесь еще стоит защита такая. Для крупного мусора. То есть вот он, HEPA-фильтр. Мы его вычищаем. Здесь мы, соответственно, еще вот такой вот стоим. Во! Фильтр для крупного мусора. Хотя, не знаю. Ну, да, стоит и хорошо. Два фильтра, это всегда хорошо. Лучше, чем найти. То есть вот, если быстро, то раз. То есть это во время прям уборки можно делать. Да, вы пылесосите, пылесосите, пылесосите. Видите, что у вас уже максимум. Да, и не хочется вот так основательно. Вы выбрасываете. Раз. И продолжаете дальше пылесосить. То есть такое для быстрого сброса. Ну и, соответственно, для основательного. Это уже когда вы чистите HEPA-фильтр. Вставляем обратно. Опа! И готово. Такие вот удобные конструкции. Где ты, пылесос? Где ты? Где ты? Почему опять я с веником в руках? Вот что значит нужную вещь, чтобы она оказалась в нужном месте. Если бы был сейчас пылесос, ну вот я, праздник, страдал вот от этого. Да, Надюш? Ну что это такое? На, я еще раз спою песню. Давай. И где ж ты, пылесос? Где ты? Да согласна, согласна. Почему опять я с веником в руках?